Одесский гурсовет Если эти данные кибермошенников доступны в интернете, то почему преступники продолжают свою деятельность? Украина в мировой экономике. В Киеве прошел Международный экономический форум. Нужно сохранить баланс в открытости рынка. Громкое преступление пока не раскрыли. В четверг вечером в центре Одессы неизвестный совершил покушение на зампредседателя. Областного совета и известного бизнесмена Олега Радковского. В депутата стреляли из мелкокалиберного оружия. Преступник скрылся на автомобиле. Подробности далее. Звуки выстрелов возле ресторана «Бабельфиш» на Греческое прогремели примерно в 8.20 вечера 5 октября. Ранение получил первый зампредседателя Одесского облсовета Олег Радковский. Минут через 5 после того, когда приехала скорая, зашли врачи скорой помощи вовнутрь и потерпевший вышел своим ходом. Белая рубашка была у него в пояснице, в районе поясницы, левая часть сзади в крови и правая рука была в крови. По информации полиции, киллер в момент стрельбы находился в автомобиле. По предварительным данным, стрелок использовал мелкокалиберное оружие. Известно, что злоумышленник действовал не один. Как сообщают коллеги Олега Радковского, пострадавший в больнице, но чувствует себя нормально. Из его тела вытащили две пули. Из бедра и поясничного отдела. Одна пуля до сих пор остается в теле, поскольку она находится очень близко к позвоночнику. И для того, чтобы ее изъять аккуратно, без всяких последствий, необходимо было провести дополнительные исследования, анализы и дополнительные консультации со специалистами. После покушения на Олега Радковского, меры безопасности решили усилить и в здании облгосадминистрации, где проходят сессии облсовета. Будет увеличено, вероятнее всего, видеонаблюдение, контрольно-пропускной пункт и так далее. То есть, ну, как-то мы должны больше начинать думать о безопасности всех работающих здесь. Вы же помните, как произошел этот акцидент. Любой человек сейчас может зайти и просто расправиться с кем угодно. Тем временем к самому Радковскому приставили круглосуточную охрану, а нападение на него квалифицировали как покушение на убийство. Александр Полуев, Кристина Немченко, Мария Жадан, Евгения Руденко. Седьмой канал. В четверг в Одесской мэрии и подразделениях Гурсовета Генпрокуратура провела серию обыска, в частности, в Департаменте коммунальной собственности и здании на Думской. По информации ГПУ, с 2014 по 2017 годы чиновники Гурсовета злоупотребляли служебным положением. Вступали в сговор с работниками Департамента коммунальной собственности, частными нотариусами, руководителями подконтрольных мэрий субъектов хозяйствования. Цель – получение неправомерной выгоды за передачу в собственность городских зданий. То, что у нас вся приватизация коммунальной собственности происходит не в рамках закона, и это по заниженной оценке, так в двух словах, да, сдали в аренду без полипшень, которые должны были быть минимум на 25 процентов, опять же, с оценкой этих полипшень, продаются буквально от одной сессии к другой. И, собственно, на последней сессии 13 объектов, которые выносились, они были сданы в аренду в 2017 году и уже отчуждены. Одесситы будут выплачивать проценты по миллиардному кредиту по полмиллиона гривен в день. За огромный займ на сессии проголосовали депутаты Гурсовета. Они поддержали ряд других скандальных вопросов, в частности, около 300 гектаров земли между Таирово и Черемушками застрой. Это вторая инка, успех придется потесниться. О чем еще спорили чиновники после двухнедельного перерыва, смотрите в сюжете Ольги Голдовой. 19-я сессия Гурсовета началась традиционно, с опоздания. В повестке дня 57 вопросов. Один из первых – кредит в миллиард гривен. Проголосовали за. За 44 против 7, выдержалась 0, решение принято. Кредит возьмут в Укргазбанке на 5 лет под 17,5% годовых. Это при том, что у города есть депозит на сотни миллионов гривен в том же банке, из которого возьмут кредит. То есть одесситы будут брать в долг свои же деньги. Нужно, во-первых, рассказать и объяснить одесситам, как все это время у нас было с наполнением бюджета. И вот все эти такие очень важные и активные разговоры о том, что у нас повышение бюджета развития чуть ли не в 5-7 раз, когда прижал господин Порошенко, это было такое достаточно активное заявление. Исходя из этого, непонятно, куда все эти деньги делись и почему все-таки берем кредит. По словам экономистов, через 5 лет миллиардный заем значительно подорожает. Было бы неплохо, если бы город использовал как залог вот эти суммы, которые находятся на депозите. Потому что в противном случае наш 1 миллиард превращается в еще более высокую сумму. Потому что если заниматься залогами объектов недвижимости, то нужно проводить определенные операции, которые стоят денег. И может так получиться, что из 17,5 кредит превратится в 19 годовых. Деньги планируют потратить на ремонт фасадов зданий, дом Русова и теплосети, а также на лифты. По словам депутатов, 98% кредита израсходует сфера ЖКХ. Мы предлагали направить частично средства миллиардного кредита на восстановление двух детских садов. На Сигетской 8А и в переулке Каркашадзе 4. Одесса все-таки нуждается в новых детских садах. От сессии к сессии эти оба объекта пытаются периодически продать. Мы видим, когда у нас ремонтируются дороги, где участок на Преображенской, Терраспольской площади до Пересы полностью закрыт, а там работают 10, максимум 12 человек, то есть стройка затягивается на года, то, конечно, такой использование здесь также будет фолькредитный ресурс, и город этого ничего не выиграет. Приняли еще один скандальный вопрос о застройке территории между Таирово и Черемушками. Площадь 288 гектаров. Компании Будова разрешили разработку детального плана территории в границах проспекта Небесной Сотни, школьного аэродрома, улиц Проектной и Инглези. Слишком большой участок, и там очень много земель, коммунальной собственности. Если бы мы подумали о том, как бы подвести туда коммуникации, как бы разработать силами коммунального предприятия детальный план территории самостоятельно, и потом реализовать данные участки на аукционе с наиболее, мне кажется, экономической эффективностью и прибылью в городской бюджет. А для того, чтобы проект был успешным, его необходимо было провести максимально открыто. И, к сожалению, позиция управления архитектурой остается загадкой в этом вопросе. Почему выбраны именно эти инвесторы? Почему не проведен конкурс среди всех строительных компаний, которые, возможно, бы претендовали на разработку детального плана? Под застройку попадает 3 гектара авторынка «Успех». Около пяти сотен семей останутся без рабочих мест. 20 лет люди, которые занимаются малым бизнесом на этом рынке, которые платят налоги, которые кормят свои семьи и так далее. То есть власть пытается, опять-таки, беспрецедентно в данном случае просто их вышвырнуть. По условиям, предварительным решениям, которые были, на основании которых будет разобраться ДПТ, здесь рынка уже нет. Здесь есть район жилой застройки. Приблизительно рыночная стоимость этой земли где-то, по нашим оценкам, от 300 до 500 миллионов долларов. Что соизмеримо, в принципе, с бюджетом города двойным практически, то есть за несколько лет. Депутаты рассмотрели и ряд запросов. В частности, в следующем году займутся разработкой плана перекрытия центральной части города. Въезд транспорта хотят ограничить по субботам с 18 до 22 вечера. По воскресеньям и в праздники с утра и до 10 часов вечера. Ольга Голодова, Александр Кац, Алексей Филиппов, Игорь Казанджи, Андрей Диченко, Седьмой канал. Кибермошенники не дремлют. За сутки с карты одесситки сняли 9 тысяч гривен. За счет пострадавшей преступники пополнили мобильные счета и даже оплатили коммуналку в Киеве. Корреспондент Седьмого канала Надежда Бондаренко также едва не стала жертвой кибермошенничества. Как защитить себя от аферистов и что делать, если виртуальные воришки уже грабят? Смотрите в следующем сюжете. На мой телефон пришло СМС. Ваша карта будет заблокирована. Срочно пройдите авторизацию по указанным номерам телефона. А следом еще два сообщения о сбросе пароля в Фейсбуке и на почте. Очевидно, меня пытались ограбить. Я сразу же заблокировала карту и позвонила в службу поддержки моего банка. Это и спасло меня от кражи. Как пояснил мне сотрудник финансового учреждения, даже если с карты уже перечисляют деньги, операцию можно остановить. Необходимо срочно связаться с банком и сообщить о том, что происходит. Если вам поступают звонки от Приватбанка, либо якобы от Приватбанка, ни в коем случае не предоставляйте личную банковскую информацию, все, что касается безопасности. Номер, карты, пин-код, какие-то дополнительные пароли и так далее. Сотрудник Приватбанка не будет задавать таких вопросов. Я не перезванивала по номерам телефонов, указанных в СМС от мошенников. Более того, в интернете есть сообщения с предупреждениями, что это контакты аферистов. Возникает логичный вопрос. Если эти данные кибермошенников доступны в интернете, то почему преступники продолжают свою деятельность? Киберполиция мне сообщила, что основанием для воздействия на интернет мошенников является зарегистрированное обращение от пострадавшего. Без него правоохранители ничего сделать не могут. Оставаясь безнаказанными, киберпреступники продолжают обворовывать доверчивых граждан. В ход идут заманчивые объявления в соцсетях и на сайтах купли-продажи. Все это с единственной целью – получить данные карты и телефоны потенциальных жертв. За 9 месяцев текущего года в киберполицию обратилось более 100 граждан с заявлениями. Было задержано и предъявлено подозрение 18 лицам по 180 эпизодам. В управлении киберполиции пострадавшим от мошенников рекомендуют сразу же обратиться в правоохранительные органы. Это послужит основанием для расследования и даст шанс вернуть средства. В банках зачастую к сотрудничеству с правоохранителями готовы и помогают с информацией, данными по счету клиентов, необходимыми для поимки преступников. Однако вернуть средства удается не всем. Одесситка Кристина рассказывает, что уже 3 месяца пытается вернуть 9 тысяч гривен, которые за одну ночь исчезли с ее счета. За день до кражи она получила зарплату. Девушка только вышла в декрет, и деньги ей были нужны для жизни и ухода за ребенком. В 3 часа ночи, когда я лежала в больнице вместе с ребенком на обследовании, мне пришло уведомление, что мою карту заблокировали. Я подумала, что это, наверное, какая-то ошибка. Утром, когда я перезвонила, мне сказали, что спросили, вы куда-то перечисляли ваше денежное средство с часу ночи до 3 часов? Я говорю, ну нет, конечно же, ну как это можно? Все люди спят обычно нормально в это время. Кристина рассказывает, что все произошло 26 июля. При этом данные карты она никому не передавала. Карту не теряла и была уверена, что доступ к счету есть только у нее. Операторы Украэксимбанка из отдела мониторинга мне сообщили, что часть денег ушла на пополнение мобильных счетов, часть денег на перечисление на другие денежные карточки, а также часть денег ушла на оплату коммунальных услуг в городе Киеве. Как только девушка вышла из больницы, она взяла в банке распечатку по движению средств на своем счету, написала заявление на сайт киберполиции и обратилась в райотдел. На протяжении трех месяцев она не могла добиться никакой реакции правоохранителей, хотя и предоставила им всю информацию, куда делись украденные деньги. В отделении ей отвечали, что еще изучают дело. Уже во время съемки сюжета Кристине перезвонили из киевского отдела киберполиции, что немного обнадежило девушку. Появился шанс установить личности аферистов и через суд добиться возмещения средств. Дежда Бондаренко, Алексей Филиппов, Евгений Ичменцев, Игорь Казанжи, 7 канал. Девять квартирных ограблений за месяц, а злоумышленники дальше гуляют на свободе. Жители Теплодара потребовали действия от властей и правоохранителей. Говорят, сами на горячем задержали двух преступников, но тех якобы отпустила полиция. Как теплодарские активисты предложили действовать дальше, узнавал Александр Кац. Вы поймите, что на сегодняшний день наш десятитысячный город остался без полиции. После реорганизации территориальных отделений полиции в 2012 году в Теплодаре не было своего участка полиции. Помощь, если что, доберется из Беляевского и Усатовского отделов. Спустя пять лет в распоряжении города всего три постоянных сотрудника. На данный момент сотрудники полиции, которые постоянно обслуживают город Теплодар, почти трех человек. Один оперативный сотрудник и два участковых офицеров полиции. Экипаж группы реагирования патрульной полиции обслуживает круглосуточно территорию Теплодара. Уровень преступности в Теплодаре высокий, жалуются местные. Сколько, назовите, сколько трасс за последние годы и сколько посадили? Или поймали котя до одного? Поймали? Если не поймали, тогда милиция не поймала. Только за последний месяц девять квартирных краж. Двоих все-таки поймали. Жители Теплодара задержали грабителей во время проникновения в квартиру. В машине воров нашли отмычки и удостоверение личностей. А на следующий день не пропустили. Почему так? Не догадываешься. Тихо, давайте послушаем. Да. Я, как керевник органа досового расследования, вам разъясню, что данные условия. Возмущенные жители говорят о неспособности правоохранителей и мэрии обеспечить безопасность граждан. Да не надо рассказывать здесь. Люди разочарованы в полиции, понимаете? Я здесь живу 30 лет, я не полгаю. Покажите, докажите, что вы что-то можете, что как-то это вы можете уладить. Тем более мы предлагаем свою помощь. Есть ребята, которые готовы. Давайте как-то объединяться. Активисты предложили свой вариант решения проблемы систематических краж. Мы будем создавать общественную организацию. В эту организацию будут входить ребята-спортсмены. И общими усилиями вместе с полицией мы будем решать те вопросы, которые нас сегодня беспокоят. Уже в понедельник договорились организовать собрание, на котором будут присутствовать мэр, начальник полиции и общественность. Там обсудят участие активистов в патрулировании города. Общественность должна брать все под контроль, потому что на сегодняшний день ни одна госструктура не работает правильно, осознанно и так, чтобы это было во благо жителям нашей страны, нашего города. Поэтому мы делаем все, чтобы поднять общественность, потому что общественность является на сегодняшний день хорошим воздействием на бездействие других властей. Сейчас действующая гражданская организация обеспечивает порядок только на массовых мероприятиях. Активисты решили взять ситуацию в свои руки, чтобы улицы патрулировались ежедневно. Александр Кац, Евгений Ячменцев, Седьмой канал. Вы смотрите итоги недели. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересной и нужной информации. Украина в мировой экономике. В Киеве прошел международный экономический форум. Нужно сохранить баланс в открытости рынка. Наш город – центр мировой киноиндустрии. Какие проекты обсуждали на втором инвестиционном бизнес-форуме в Одессе. Прекрасный проект – это создание такого украинского детского Голливуда. Ребенок живет в подъезде из-за конфликта папы и мамы. А книжки твои где? А на квартире находятся. Книжки и квартиры? Да, игрушки. На экономический форум в Киев приехали специалисты из 30 стран. Среди них известные экономисты, представители римского клуба и нобелевские лауреаты. Участники обсуждали перспективы бизнес-партнерства с Украиной и давали советы по развитию экономики. Каких изменений ждут от Украины потенциальные инвесторы и в чем наши сильные стороны. Далее в сюжете. Обсудить тему Украины в новой экономической реальности собрались 120 именитых спикеров и более полутора тысяч участников. На панельных дискуссиях, круглых столах и паблик-токах специалисты объяснили, как не упустить возможности привлечь в страну интересные проекты. На открытии премьер-министр заявил, что почва для этого уже есть. Мы всегда на стороне честного, открытого бизнеса. Мы все будем делать для того, чтобы тот, кто инвестирует, был успешным. Этот пример будет привносить в Украину больше инвестиций, больше рабочих мест. Мы будем обеспечивать качественное производство национального продукта. Мы будем дальше присутствовать на всех международных рынках. Несмотря на массовый скептицизм, европейский рынок нуждается в Украине, заявил глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии. По его словам, процесс интеграции в ЕС станет позитивным импульсом для всего сообщества. В Украине уже много чего сделано. Очистка банковского сектора, снижение инфляции. И сейчас необходимо приблизить законодательство к стандартам ЕС. Страна должна пройти этот инновационный толчок, чтобы стать более открытой. И действительно, еще предстоит много чего сделать, потому что любой инвестор ищет широкие возможности. На это президент Дубайского экономического форума заявил, что в Украине заинтересована не только Европа. Почему вы так зациклились на Европе? Может, вам стоит обратить внимание на другие рынки? Азиатским странам есть что предложить, Индии есть что предложить, Китай и Дубай тоже могут сотрудничать с вами. Критик современной экономики и автор бестселлера на эту тему Грэм Максон считает, что для развития экономики Украина должна быть более избирательна в вопросах открытой торговли. Нужно сохранить баланс в открытости рынков, чтобы непередовые страны могли и дальше развиваться, а не распродавать свои ресурсы богатым странам, как это делалось последние 20 лет. Поднять экономику помогут иностранные инвестиции, говорят уже наши чиновники. Пока Украина занимает 45 место в рейтинге стран с высокой репутацией. Больше всего в страну вкладывают Кипр и Нидерланды. Выход на уровень Польши за показниками инвестиций означает залучение в Украину 200 миллиардов долларов США прямых иноземных инвестиций, 200 миллиардов долларов США. Это новые производства, это новые компании, это рабочие места и для этого есть те сферы, куда эти инвестиции могут прийти, не руйнуючи украинскую природу. К таким отраслям относятся агропереработка, авиапромышленность и энергетический сектор. Последний может принести стране до 10 миллиардов долларов в год. Нобелевский лауреат из Индии Раджендра Пачаури рассказывает, что в Украине уже внедряют проекты по использованию биомасс в качестве топлива и электричества. Здесь предостаточно возобновляемых источников энергии. Я надеюсь, мы сможем распространить это по всей стране. Это обеспечит экономический рост, даст рабочие места и высокий уровень энергетической безопасности. Кроме проектов по альтернативной энергетике завершились переговоры с компанией General Electric. Американская компания поможет с обновлением составов Укрзалезнесси. Первоначально в Украине будет производить 10% продукции, со временем показатель вырастет до 40%. Проекты по привлечению в город инвестиций, туристов и модернизации инфраструктуры обсуждали и в Одессе, и в нашем городе прошел второй инвестиционный бизнес-форум. Об успешных стартапах и стратегических планах развития всеукраинского масштаба смотрите далее в сюжете. Одесситы, гости из Кореи, Австрии, Германии, Египта и Великобритании собрались вместе, чтобы обсудить городские проекты. По мнению экономистов, в первую очередь необходимо внедрять инфраструктурные и транспортные проекты. Среди необычных создание Одесского Голливуда. Прекрасный проект это создание такого украинского Одесского Голливуда. В Одессе будет предложение создать, скажем так, киностудию, которая, скажем так, на десятках гектарах земли, где можно было бы снимать фильмы, рекламные ролики, то есть сделать такой продакшн. Это действительно очень интересно, потому что везде в мире, где существует, это очень дорого, и вполне можно было использовать нашу площадку для американских, для европейских, для даже индийских кинопроизводителей. Тем самым они бы экономили свои расходы, а Одесса бы имела хорошую статью доходов. Стратегически важный проект развития инфраструктуры – корпоратизация железнодорожного транспорта. Компания «Укрзалезница» планирует переход от регионального управления к бизнес-ориентации. В результате работа будет направлена не на удовлетворение желаний чиновников, а на запросы и возможности людей. Это международный опыт, уже, ну, в принципе, такая ситуация, как у нас, ее уже даже сложно найти где-то за рубежом, как правило, функционирует железная дорога именно так, что пассажирская компания, независимая, независимая грузовая, независимые производственные наши мощности. Такая организация должна повысить эффективность и прозрачность работы железных дорог. Спланированная до 2021 года техническая и технологическая модернизация потребует инвестиций в 150 миллиардов гривен. Основная преграда на пути – отстающая от мирового развития отечественное законодательство. Но перспективы по привлечению иностранных вливаний позитивные. Сегодня, как бы, поменялись законодательные поля, изменились условия, нужны действительно привлечения серьезных инвесторов. А для этого нужно осовершенствовать законодательные базы и именно взаимоувязанное развитие всех видов транспорта, прежде всего, как раз у железнодорожного и морского. На форуме обсуждали и не столь глобальные проекты. В Одессе успешно работают почти два десятка стартапов и решений для мелкого бизнеса. Их показали на выставке Made in Odessa. На первой в Украине фабрике 3D-печати, открытой в нашем городе, делают керамические изделия. Это дизайнерские вещи, статуэтки, вазы, посуда. Средний ценник продукта – около 500 гривен. Каждое изделие нужно обжигать, поэтому производителям приходится работать с температурой свыше 1000 градусов. Это наш, собственно, разработанный керамический порошок, который специально предназначен для 3D-печати. Также мы используем наш собственный набор глазури для готовых покрытий. И еще на форуме говорили о туризме, об инвестиционной привлекательности и о возможностях для бизнеса. Александр Кац, Ольга Голодова, Андрей Дьяченко, Игорь Казанжи, 7 канал. В результате конфликта родителей на улице оказался ребенок. Мать и сын живут в подъезде. По словам женщины, из квартиры их выгнал бывший глава семьи. Теперь школьник делает уроки, ест и спит в неприспособленных для жизни условиях. А папа тем временем поставил квартиру на сигнализацию и живет своей жизнью. Подробности у Татьяны Милинко. Обычно мальчики говорят о своих отцах как о героях. У 8-летнего Богдана другое описание папы. Папа, он поедал новые замки и еще ставил сигнализацию. У родителей Богдана конфликт давно. Но год они в разводе и сейчас делят имущество. Мать мальчика говорит, что квартира была куплена в браке. И что они с ребенком имеют такое же право там проживать, как и мужчина. Но глава семейства не преклонен. Он выгнал семью на улицу. Это твоя регистрация. Если тебя что-то не устраивает, решение через суд о выселении. Сразу регистрация поддельная. Поддельная? Так пошли в ЖЭК и покажем, какая она поддельная. Это вор? Это наглый врун? Слушай, это наша общая квартира, которая куплена в браке. Я точно так же имею право там проживать, как и ты. Закажешь, что дом будешь проживать. Среди причин, которые называет отец Богдана, ему тоже надо где-то жить. А что теперь делать бывшей супруге и сыну – не его проблема. Я просто приехал из-за границы. У меня закончилась работа. И все. Надо же где-то жить вообще-то. Я тут как бы живу. Она не на улице. Это цирк разыгран. Я не знаю, сколько мне. Ну, с целью завладеть квартирой незаконно. Это понятно. Выгнать своего сына на улицу – это закон у него. Вдогонку отец сообщает, что просто так со своим жильем не расстанется. Богдан не лезет в разборки взрослых. Он пьет холодное молоко на лестничной площадке и не знает, как делать уроки. Надо готовиться к школе, а книжки остались в квартире. Футболки, всякие полотенца, цветы всякие, инстакады. А книжки твои где? А на квартире находятся. Книжки в квартире? Да, игрушки. К разрешению проблемы подключились юристы и правоохранители. Подробности и развитие ситуации вы сможете увидеть в программе «Крик души» на следующей неделе. Татьяна Милимко, Елена Ионова, 7 канал. 30 украинских художников напишут картины, посвященные криптовалютам. Осваивать новую нишу в искусстве участники хакатона будут в течение трех дней. Для этого им предоставили жилье, пространство для творчества и специалистов в сфере IT. В чем суть нового направления? Смотрите в сюжете. Все эти люди собрались вместе, чтобы объединить высокие технологии и живопись. 30 счастливчиков прошли отбор и в течение двух суток будут писать картины на тему криптовалют. Проще говоря, цифровых денег. Для этого художникам выделят жилье и помещения, где они вместе будут создавать работы. Катерина приехала из Одессы. Она часто работает с голограммами и 3D-ручками. Поэтому о биткоинах, одна из единиц криптовалюты, представление тоже имеет. Это будущее, что все-таки бумажки уйдут. А будет в действительности криптовалюта, она стабильная. Курс растет, всем говорю. А я хочу создать элементарный алгоритм, закодировать его название и вбить это все в картину. И посмотрим, как это все получится. Иностранные художники уже вовсю используют эту тематику в своих работах. Недавно миру представили криптовалютную Монолизу. На картине изображена девушка со знаками известных криптовалют. Американский коллекционер пожелал приобрести ее за 6 миллионов долларов. Есть несколько художников, которые следят за изменениями в обществе, за чем-то новым, за новыми процессами. И эти ребята действительно сами уже, сами, независимо от проекта, готовили свои работы, посвященные этой криптовалюте. А в основном для художников это просто новая озвучка. Перед написанием картин IT-специалисты объяснят художникам основные понятия. И только потом они приступят к работе. Мы хотим создать свою, не просто картину или одного художника подготовить. Мы хотим сделать целую группу художников. Мы хотим сделать целую выставку картин, которую можно потом предъявлять, в том числе и на Западе. В том числе и в комьюнити людей, которые никак не связаны с миром искусства, но связаны с миром высоких технологий. После того, как работы будут готовы, их увидят на мировых выставках в Абу-Даби, Берлине и Варшаве. Александр Полуев, Олеся Повар, Юрий Юрченко, 7 канал. Уникальные старинные часовни, склепы и захоронения второго христианского кладбища собираются внести в реестр объектов культурного наследия и взять под охрану. Они разрушаются от пожаров и от времени, а еще используются под хозяйственные нужды работников кладбища. Хотя вполне могут претендовать на статус памятника архитектуры. Это усыпальница Дорофея Тульчиянова. Единственная старинная часовня на втором христианском кладбище, которая не выглядит удручающе, за которой следят. Часовня Дорофея Тульчиянова изготовлена в мастерской Антонио Тузини. В скульптуре и архитектуре карарский мрамор является своего рода эталоном качества этого природного камня. Мраморная конструкция знаменитого итальянского мастера долгие годы была покрыта грязью и плесенью. Восстанавливали ее сами верующие. Дорофея Тульчиянов был богатым человеком и за свою жизнь совершил много добрых, хороших поступков. Он постоянно помогал людям, строил церкви и больницы. Считается, что возле этих стен прихожане получают исцеление и просто успокаиваются, ощущая особую энергетику места. Если мы обойдем склеп, то с противоположной стороны от входа мы увидим, как вращелины между камнями люди вставляют записки со своими просьбами и желаниями. Говорят, что не сбываются. Сюда люди приходят молиться и просить себе помощи. Рядом находится семейный склеп Нескоронных. Его построили в 1901 году. Здесь сохранились уникальные металлические обрамления окон, а также детали, оставшиеся от витражей. Здесь были цветные витражи. Сейчас здесь заложены окна с обеих сторон кирпичом, а помещение используется под инвентарь. Эта часовня заросла бурьяном и разрушается. Практически все усыпальницы на Втором Христианском используются в качестве подсобных помещений. На некоторых из них даже не сохранились именные таблички. На этой табличке мы видим запись проектировал 1899 год. К сожалению, вы видите, что она повреждена. Мы только можем видеть отдельные буквы, благодаря которым мы пытаемся сейчас идентифицировать эту фамилию. Часовня – особая художественная и историческая ценность некрополя. Большая часть из них еще не изучена и представляет огромный интерес для исследований. Каждый склеп подчеркивал какие-то особенности верования этой семьи или отдельного человека, который в нем был захоронен. И каждый склеп не похож один на другой. Уникальные склепы и захоронения Второго Христианского кладбища ждет инвентаризация и детальное изучение. Часть из них внесут в реестр объектов культурного наследия. Эти сооружения нуждаются в охране государства и должны стать памятниками архитектуры. Масштабный проект только стартовал. Одесские активисты планируют издать каталог-путеводитель по Второму Христианскому кладбищу. А возле самых значимых захоронений установить информационные таблички. Юлия Федорова, Андрей Кульба, Седьмой канал. Это вся информация, которую подготовили сегодня наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за всеми событиями в Одессе и области. Это наш город и ваш Седьмой канал. Оставайтесь с нами. Непременно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин